Всем привет, ребят, с вами Рон, и сегодня произошла такая... Произошел такой несчастный случай про балбасыщик. Тебе верни. Кто не понял, вот оригинал. Сейчас, блин, ну, произошло то, чего я не ожидал. Какой-то подписчик попал. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рон, и сегодня поговорим о такой штуке, как бесплатное интро, то есть, которое я никогда не буду делать, разве что друзьям это вряд ли. В общем, к Лимсу в друзья добавился чувачок, который попросил бесплатное интро, а Лимс уже задолбался, задолбался, и каждый день ему пишут. Я ему говорю, Лимс, давай, типа, ты мне дашь этого чувака, я ему сделаю якобы бесплатное интро, и сейчас вы увидите какое. И на работу я кладу асфальт. Мой пахловащ! Кладу асфальт! Пахловащ! Больше... После того, как вы посмотрели интро, вы должны, наверное, понять, что нормальные интро я делать не буду за бесплатно, как и Лимс, как и другие интермейкеры. Поэтому предлагаю к посмотру следующий ролик. Привет! Я дизайнер, и мне надоело, что регулярно кто-то хочет, чтобы я сделал для него что-то бесплатно. Логотип, фирменный стиль, сайт, покраску балкона, оформление туалета и еще черт знает что. Раньше людям удавалось добиться своего, но теперь вероятность бесплатной работы у меня сведена к нулю. Итак, нельзя бесплатно работать, потому что... 0. Если работа делается бесплатно, ее стоимость будет равна нулю для всех сторон. Не удивляйтесь, если через неделю проект, который был нужен еще вчера, отменит не моргнув и глазом, а вам даже не скажет спасибо. Все, что делается на халяву, не ценится вообще. Такова человеческая природа. Результат. Мне неизвестны случаи написания технического задания или брифа в бесплатном проекте. Как правило, все заканчивается одним коротким разговором или максимум несколькими электронными письмами. Риск прийти не к тому результату в бесплатном проекте крайне высок. Сроки. Ваш старый друг Петя, с которым вы вечером весело проводили время, попросил сделать для его нового проекта логотип. Ну или, например, покрасить лавочку. Вы, конечно же, согласились, но утро вы пожалели, потому что на вас свалилось два отличных проекта с хорошим бюджетом. Куда пойдет Петр? Правильно, в конец очереди. И, скорее всего, Петр не дождется своего логотипа, потому что никто не ставит реальных сроков в бесплатных проектах. Качество. Допустим, вы решили сделать над собой усилие и сделать этим проект за ночь до старта новых проектов. Раннее утро, глаза ваши налиты кровью, вы ужасно хотите спать и уже готовы убить Петю вместе с его логотипом. Но в 6 утра вы, наконец-то, нажимаете кнопку «Отправить». Что именно вы отправляете Петру уже не имеет никакого значения, потому что быстро, качественно не бывает. Нервы. Если вам приходилось обещать, а потом жалеть о своем обещании, то вы поймете. Отмазки, ужимки, прятки, разговоры по душам – все это ждет вас, если вы решили отказаться от своего слова. Либо вы будете ненавидеть себя и давать клятвенные обещания больше никогда и никому ничего не делать бесплатно. Самое слезание 10 уровня вам обеспечено. Отношения. Не надеетесь, что отношения в бесплатном проекте хоть чем-то отличаются от коммерческого. С вас спросят по самое не хочу, а то и глубже. И отмазки типа «Ну а что ты хотел бесплатно?» не прокатит. Недовольный человек будет одинаково недоволен при любой цене. Испортить отношения в бесплатном проекте даже проще. Рынок. Делая бесплатную работу, вы вредите рынку и своим коллегам. Во-первых, вы производите некачественный продукт, засоряя рынок и мозги клиентов. Во-вторых, вам не платят деньги, а значит вы их не потратите и кто-то не получит их в обмен на свои товары и услуги. Другими словами, бесплатная работа тормозит экономический рост и тормозит развитие экономики страны в целом, и президент вас тихо ненавидит. Коллеги. Они вас не любят. Искренне и со всей душой. Никому и никогда не рассказывайте о своих бесплатных подвигах, только если этот проект вам действительно дорог и полезен. Удачи и хороших проектов. Специально для журнала «Креативщик».